Я никогда его не смотрел, но теперь, после того, как Роскомнадзор выступил таким шикарным рекламным агентом, пиар-агентом Южного парка, обязательно посмотрю. Спасибо Роскомнадзору за то, что обратил мое внимание на этот сериал, о котором я слышал только краем уха и, конечно, никогда не предполагал его смотреть. Обязательно сегодня же, уважаемые чиновники Роскомнадзора, приду, скачаю из интернета несколько серий и обязательно посмотрю. Еще позову всю семью, чтобы мы всей семьей оценили, благодаря вам, которые делают этот маленький телеканал и маленький никому неизвестный сериал известным всей стране, есть ли там сцена насилия или нет. А также мы посмотрим сериал «Ну, погоди!» и оценим его на предмет сцен насилия. Бьет ли заяц волка, бьет ли волка бегемот, бегемот ли бьет волка или волк бьет бегемота. И является ли сериал «Ну, погоди!» наполненным насилием, жестокостью, попытками каннибализма, потому что волк хочет съесть зайца. И, как мы знаем, заяц очеловечен, да и волк тоже очеловечен и так далее. Кроме этого, я думаю, что сказка «Колобок», которая полна жестокими сценами, в частности, съедением, обманом ложью со стороны лисы по отношению к Колобку и уничтожением физическим, уничтожением Колобка на глазах у всего детского сада, я считаю, что тоже Роскомнадзор должен выступить по поводу сказки «Колобок». Да и вообще всего комплекса народных сказок надо к ним отнестись максимально сурово. И я думаю, что чиновники Роскомнадзора не зря получают зарплату. Им надо прошерстить вообще культуру и мифологию народов мира. И как следует посмотреть. А остаться что должны? Какие сказки? Какие сюжеты? Ну, я думаю, некоторые стихи Фета, наверное, не намекают на насилие. Шекспир, естественно, Магбет — это пропаганда насилия в чистом виде, потому что, естественно, по мере прочтения Магбета, поневоле начинаешь симпатизировать леди Магбет. То есть ассоциируешься со злым героем. А Ричард Третий — это же вообще человек настолько жестокий, насколько же и обаятельный у Шекспира. Тем более надо запретить Ричарда Третьего, где его играл Михаил Ульянов. Понимаете, это великий актер, который показал так. Просто невозможно. Мастер Маргарита — пропаганда сатанизма в чистом виде просто. В чистом виде. Воланд, сатана. Мало того, что он обрушился на союз писателей и тружеников-пиратов, скажете, уничтожает, и госчиновников, и бросает дерзкий вызов сотрудникам НКВД, уча молодежь в лице бегемота, тому, что можно раскачиваться на люстре и расстреливать пришедших к тебе с обыском ФСБшников. Так еще, понимаете ли, какие-то там непонятные с точки зрения православия аллюзии. Роскомнадзору есть чем заняться.